Какая хутба может быть ужаснее всего? Это хутба, которую нам не суждено услышать в этом мире, и да убережет нас Аллах от того, чтобы услышать ее в следующей жизни. Это хутба Иблиса, а слушателями ее будут нечестивцы, которые попадут вместе с ним в адский огонь. И он не будет рассказывать о своем раскаянии и сожалении. А зачем ему это? Ведь он уже знал наперед, что попадет навечно в Гиенну. Это будет хутба злорадства, злорадства над всеми, кто последовал за ним. Из-за важности этой темы и в качестве предостережения людям, Всевышний Аллах привел эту хутбу в священном Коране. Аллах в суре Ибрахим говорит, «Когда все закончится, обитатели рая войдут в рай, а обитатели ада в ад». Шайтан скажет, «Поистине, обещание Аллаха о том, что вы будете воскрешены и получите воздаяние за совершенные дела, было правдиво. Я обещал вам, что воскрешения и отчета не будет, а даже если и будет, то ваши идолы заступятся за вас. Но я обманул вас. Не было у меня над вами никакой власти и силы. Я только звал вас к заблуждению, а вы ответили мне, поскольку вы были довольны заблуждением и склонны к нему. Так что не упрекайте меня за то, что я обманул вас, а упрекайте самих себя за то, что вы с радостью последовали за мной, не спрашивая у меня никаких доказательств. Я не могу помочь вам в избавлении от наказания, в котором вы находитесь. И вы не можете помочь мне избавиться от того положения, в котором нахожусь я. Сегодня я отрекаюсь от того, что в земной жизни вы, слушая каждое мое слово, приравняли меня к Всевышнему Аллаху. Поистине, несправедливым, неверующим, болезненное наказание. Суперкороткая хутба, не больше минуты, зато сколько в ней смысла. Многие считают, что эта хутба будет сказана иблисом в адском пламени. Однако мне кажется, что иблис произнесет ее еще в судный день до попадания людей в ад, потому что аяты до и после дают нам понять это. Например, в аяте до этого Аллах говорит, в судный день они все предстанут перед Аллахом для отчета и суда и скажут слабые тем, которые гордились, «Поистине, мы следовали за вами, можете ли вы хоть немного избавить нас от наказания Аллаха?» Они ответят, «Если бы Аллах наставил нас на истинный путь, мы и вас бы повели по Нему, но теперь нет разницы, проявим мы терпение или нет. Ведь нет нам спасения». Это первое появление рабов в день суда перед Всевышним Аллахом, то есть еще даже до расчета. В этом аяте приводится диалог между нечестивцами и их предводителями. Последние никак не смогут оправдаться, и тогда люди начнут искать своего главного лидера – иблиса. И вот тогда он выступит с проповедью перед всеми, перед ведомыми и их лидерами. Что касается аята следующего после аята Ахудби и Блиса, то там Всевышний рассказывает о вхождении верующих в райские сады. Верующие, совершившие хорошие поступки, будут введены в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово «Мир», «Салям». Вхождение верующих в рай будет еще до того, как неверующие и нечестивцы попадут в ад. Получается, что худба иблиса будет до вхождения верующих в рай. Данная худба состоит из трех частей. В первой из них иблис признается всем, что он является лжецом, и что ни одно из его обещаний не будет сдержано. О том, что он показывал добро злом, а зло добром, что он приукрашивал людям совершением мерзких грехов, что он отдалял всех от истины и вел всех к заблуждению. Также он признается, что Аллах сказал истину и сдержал все свои обещания. Ведь он обещал, что пристанищем неверующих будет огненная гиенна, что большие грехи и нечестие ведут к погибели, что день суда – истина, и что все рабы его будут воскрешены для тяжелого расчета. Во второй части своих худбы иблис сообщает, что не было у него никакой власти над рабами Аллаха, абсолютно никакой. Он никого не заставлял, не принуждал. Он лишь звал и наущал. Люди же сами без никакого принуждения стали его последователями. Они были довольны заблуждению и всем соблазном в мирской жизни. Поэтому иблис скажет им, так что не упрекайте меня, а упрекайте лишь самих себя. В завершающей части своей худбы иблис сообщит всем, что выхода из погибели нет. Нечестивцы ведь сначала будут питать надежду на то, что их главный лидер иблис сможет хоть как-то облегчить их участь. Однако шайтан уверит их, что помощи от него не будет, и что даже он сам никоим образом не сможет помочь себе. Все. Нет спасения и даже нет надежды на избавление. А затем шайтан откажется от какой-либо ответственности и от своей причастности к неверию и многобожию обитателей ада. Он скажет «Я отрекаюсь от того, что в земной жизни вы, слушая каждое мое слово, приравняли меня к Всевышнему Аллаху». Уважаемые братья и сестры, проклятый иблис каждый день наущает нам и обещает различные вещи. Однако, что бы он ни обещал, все это обман и иллюзия. Всевышний говорит об этом. Он, шайтан, дает вам несбыточные обещания и тешит ложными надеждами. Но шайтан не обещает им ничего, кроме обмана, представляя вредное полезным. Всевышний Аллах по своей безграничной милости дал нам ознакомиться с этой худбой шайтана, для того, чтобы мы были настороже, чтобы не верили его обещаниям, а верили лишь тому, что обещает нам Всевышний Аллах, Господь всех творений.